Что делать, если не хватает костной ткани? Добрый день! Мы знаем, что для долгосрочной службы импланта необходимо несколько показателей, а именно объем костной ткани, объем мягких тканей и правильно созданная ортопедическая конструкция. В этой статье мне бы хотелось ответить на довольно частый вопрос, связанный с отсутствием костной ткани. Что делать, если не хватает костной ткани для имплантации? Для начала необходимо определить, какой дефект костной ткани и на какой челюсти. Возможны дефициты костной ткани по ширине, по высоте, а также сочетанные как по ширине, так и по высоте. В зависимости от типов дефектов существуют методики по восстановлению и созданию костной ткани. Один из самых частых случаев – это дефицит костной ткани на верхней челюсти, в области жевательных зубов. Дело в том, что на верхней челюсти начиная с первого премоляра и до последних зубов мудрости находится верхняя челюстная пазуха. Очень часто после потери этих зубов пазуха опускается, и объема костей не хватает как по ширине, так и по высоте для установки импланта. В такой ситуации проводится операция синус лифтинг. В зависимости от объема, необходимого для восстановления, он бывает двух видов – закрытый и открытый. При закрытой методике возможно восстановить лишь несколько миллиметров для установки импланта, а при открытом возможно восстановить больше трех миллиметров, как по ширине, так и по высоте. Суть операции заключается в том, чтобы приподнять пазуху, освободившееся место, заполнить костным материалом и установить имплант. Также довольно часто встречающимся дефектом является дефект костной ткани по ширине, тот случай, когда высоты костной ткани достаточно, но толщины не хватает. Опять же, в данном случае есть несколько методик. Расщепление альвелярного гребня – это когда доктор использует специальные инструменты, без потери кости раздвигает альвелярный гребень и устанавливает имплант. Данная методика используется, если шлина гребня не менее 4 миллиметров. Вторая методика – это направленная костная регенерация. Врач укладывает костный материал в зону дефекта и фиксирует его специальной мембраной для того, чтобы костный материал не распределялся и не интегрировал именно в той области, где необходимо. Использование костных блоков – это следующая методика. Врач проводит забор собственной костной ткани и фиксирует ее специальными винтами. В зависимости от дефекта доктор определяет, какая методика наименее травматична и наиболее прогнозируема. Рекомендуется для избежания дополнительных костных пластик производить установку имплантов либо одномоментно, либо спустя 6 недель после удаления зуба. Так количество костей максимально возможно сохранить и обойтись без костной пластики.